Какие расходы социального плана? И в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. Обсудим создание информационно-аналитической системы в сфере государственных закупок лекарств. Годовой объем закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд составляет более 30% всего рынка лекарственных препаратов в нашей стране. На эти цели направляется из бюджета около 400 миллиардов рублей ежегодно. При этом стоимость упаковки одного и того же препарата в разных регионах может отличаться на 20-25%, иногда даже больше. Мы должны понимать, насколько это обосновано. Будем отслеживать цены на лекарства, рассчитывать средневзвешенную рыночную стоимость препаратов. И в дальнейшем использовать эти данные при определении начальной цены контракта на закупку. О чем идет речь? О развитии инновационных кластеров, концентрации потенциала действующих в регионе промышленных предприятий, малых и средних компаний, научных центров, вузов вокруг решения задач инновационного развития. Министерство экономического развития предлагает этот механизм усовершенствовать, выделить лидеров среди участников программы, и поставить более амбициозные задачи, достичь инвестиционной привлекательности мирового уровня. Ведется работа по линии Минпрома, которая субсидирует часть затрат регионов на инфраструктуру индустриальных парков. В бюджете этого года на эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. 15 проектов получают эти субсидии. В целом мы настроены на то, чтобы такие формы поддержки сохранить. Сегодня мы утверждаем 4 пилотных проекта, которые охватывают практически все уровни, от школы до вуза. Цель первого – сформировать современную образовательную среду для школьников. Деньги будут выделяться на ремонт и строительство школ, на оснащение современным оборудованием школ. Второй проект направлен на повышение качества и доступности онлайн-образования. Будет создан единый портал для размещения всех типов онлайн-курсов, качество и авторство которых будет подтверждено. Он объединит существующие платформы электронного образования. Будет сформирована система проверки результатов обучения. Третий проект должен позволить увеличить численность квалифицированных рабочих кадров. Четвертый проект позволяет, в частности, продолжить работу по закреплению позиций ведущих вузов в мировых рейтингах. Ну и увеличить число университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.